В Ивановской области работает комиссия общественной палаты России. Днем ранее ревизоры оценили состояние сети объектов инфраструктуры. Посетили ТЭД-стрим, водоканал, изучили качество капитального ремонта и состояние аварийного жилья. Возглавляет делегацию председатель комиссии по ЖКХ строительству и дорогам общественной палаты Игорь Шпектор. В четверг на итоговом совещании он поделился впечатлением от областного центра. Вердикт – полная бесхозяйственность. Ни одной дорожки не посыпано, все во льду. Мы ползли и брюхом цепляли дороги, подбежали к гостинице. Пройти в гостинице тоже нельзя было, даже от машины. И это вчера целый день мы наблюдали. Нигде ничего не почищено. Мы не встретили ни одной машины, которая занималась почисткой города. Мы не встретили, чтобы кто-то посыпал город. Я не говорю, что в дворах творится. То есть вообще этот полный сет вообще никогда не умудрится. И не увозится. Чего бы еще такого? Вы знаете, даже во северных территориях, я не встречал, как здесь по Тасху. На северных территориях, на Чуходке и Камчатке, на Сахалине, по Владивостоке. А меня бы просто убили, как было назад, если бы такое у меня было во дворах. Представители региональной общественности подготовили доклады. В сфере ЖКХ действительно беспорядок. Управляющие компании делают, что хотят, и никто им не указ. Например, во время рейдов в комиссии никто из них даже носа не показал. О том, чтобы отвечать за нечищенные крыши и скользкие дорожки во дворах, и речи не идет. Обсудили и тарифы. Рост на теплоэнергию с июля этого года составит 14%. Как вы правильно отметили, то, что нужно учитывать еще социальные спектры. У нас не учитывается этот социальный спектр, и зарплаты у нас не растут. А видите, за теплоэнергию на 14% уже с 1 июля будем платить больше. Правильно сказать, что тариф должен отличаться интересными, которые соответствуют определенному региону. Но нужно учитывать тот факт, что должна быть обоснованность на рейд. Кстати, представителей ресурсоснабжающих организаций, госжилинспекций, управляющих компаний не было не только во время рейда, но и на совещании. Предложение замгубернатора Александра Шабатинского принять огонь на себя должного эффекта не произвело. Александр Владимирович, я вам сказал конкретно, что все, что здесь происходит, появится в прессе цитальной, появится у президента догрузная записка. О том, что вы сорвали мой приезд к комиссии. И вы это делали исключительно целенаправленно. Потому что помочь мне, я говорю, Игорь Ильич, я приехал сюда с температурой наступать, потому что я не могу сорвать. Меня вы говорили, что ты не едешь. Потому что там все срывает. Они все срывают. Я приехал. А вы сейчас говорили, что вы имеете подчиненные. Я что-то не пойму. Мало ли, что вы имеете подчиненные. Вот эти подчиненные сегодня должны не достучать наш разговор. И в зале даже вот здесь 100 человек. Будут ли к ивановским властям применены карательные меры, неизвестно. По результату визита общественники должны были узнать о проблемах региона. И ведь узнали. А вот обсудить их не с кем. Никто не пришел. Предпраздничный день. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.